Подарки, важная составляющая новогодних праздников и получаем мы их не только от друзей и родных. Уже традиционным презентом для всех жителей города стало его украшение. Ёлки, гирлянды, но... Но тут же нашлись те, кому красота это не угодно. Кто встал на стражу городских убранцев, расскажут наши коллеги. Цветущие сакуры и светящиеся ёлочки в городских парках установили лишь неделю назад, но они сразу оказались под угрозой уничтожения. Кто-то, может быть, домой пытается сувенир себе унести, но не понимает того, что отломанная веточка сакуры или выдернутая веточка светодиоидной гирлянды, ёлки дома работать и гореть не будет, отламывают. Защищать новогоднюю красоту от городских хулиганов поручено казачьему войску. На этой неделе патрули уже заступили на охрану. Казаки планируют нести службу на Цветном бульваре у центра Дзюдо на улице Тульской и ещё в ряде мест, где установлены праздничные украшения. Детвору мы понимаем, что ей чем интереснее залезть под ёлочные украшения, там что-то устроить и так далее. Их можно понять, но вот взрослые, особенно когда после праздников, бывают в неадвокатном состоянии. Ну а если что, мы же совместно патрулировали с полицией, находятся рядом, можем сдать, но до этого не доходило. То есть после первых предупреждений люди понимают. В городе создано около 10 мобильных групп радиус охраняемой территории. У каждой свой. Он варьируется от 300 метров до 2 километров. Только в одной восточной управе на патрулирование потратят порядка сотни тысяч рублей. По опыту прошлого года городские власти уверены, расходы окупятся. Меньше вандальных действий стало, потому что казаками. Всё-таки действительно где-то что-то вовремя останавливаются люди. Ёлочные патрули будут нести службу даже в новогоднюю ночь. График дежурства с 4 вечера до 4 утра. От посягательств гаража нахранять придётся не только ёлки, но и многочисленные горки и катки. В частности, на хоккейных кортах к этому привлекут спорторганизаторы. В силу своей работы они смогут следить и за состоянием льда, и за сохранностью спортинвентаря. Стражить новогоднюю красоту планируют до середины января. Юлия Сауляк, Сергей Мякишев, Евгений Доценко, Сибинформбюро.